Всем большой привет! Вы, как всегда, на кухне у всеядного Сереги, на канале у всеядного Сереги. Мы сегодня будем готовить закуски. Самые простые, самые быстрые, как вы любите, все как обычно. Из ближайшего магазина заказываем продукты. Заказывать я буду через доставку, как всегда, чтобы не тратить время на поход в магазин, особенно если нужно много всего набирать, быстрее добавить через телефон все в корзину. А в приложении Перекресток представлено более 35 тысяч наименований продуктов. Здесь всегда можно найти все необходимое. Пользоваться приложением Перекресток выгодно и удобно, так как все товары здесь представлены по категориям. Если нужно что-то найти конкретное, можно воспользоваться поиском. В нем отображаются все результаты. Я обычно заранее составляю список продуктов, кладу сейчас все в корзину. Для сегодняшних закусок мне понадобится ветчина, сыр тоже кладу в корзину, свежие овощи, помидорчики, черри. В общем, весь список я, конечно же, оставлю в описании под видео. Кроме того, я решил и пиццу заказать. Мы часто едим пиццу, а сегодня будет уже готовая, уже на всех. Это сэкономит время на приготовление обеда, не нужно ждать, пока тесто поднимется. Так, я выбрал вот такую пепперони римскую, 300 грамм. Одной пиццы всегда мало, поэтому я сразу две. И тем более, что они куплены по очень приятной цене. Итак, все, что я положил в корзину, у меня уже лежит на столе. Выпечка из перекрестка всегда свежая. Фрукты, овощи высокого качества. Заказ собрали аккуратно, все доставили. Если на момент сбора заказа что-то уже не было в наличии, то можно выбрать замену в приложении, либо попросить, чтобы вам перезвонили, если чего-то не будет. Доставка все привозит за 60 минут. Это гораздо удобнее, чем ехать самому в магазин, я и говорил. К тому же, доставка стала бесплатной для всех регионов России. Подробно можно узнать в приложении, либо на сайте почитать. Мы постоянно пользуемся доставкой из перекрестка, но для тех, кто делает свой первый заказ, у меня есть еще промокод на скидку. Всеядный 500. Действует на первый заказ при заказе от 1500. Если вы не успеваете запомнить промокод, он всегда в описании к этому видео. Также для удобства я закрепляю QR-код. Можно его отсканировать, скачать приложение и сразу приступить к покупкам. Для удобства еще и ссылка на скачивание есть в описании. Итак, для первого рецепта нам нужна будет вот такая вот тыква. Сейчас как раз самый сезон. Духовку поставили разогреваться на 200. Тыкву режем. Еще какие ингредиенты. Здесь свиноговяжий фарш 200 грамм. Лучок, морковка, 3 куриных яйца и грамм 100 муки. Немного молока. Чистим тыкву. Вначале вот на такие вот дольки отвязаем. И потом уже очищаем сразу от кожуры. Очищаем от семечек и режем на кубик. Прям вот так вот. Ну, как получится. Потому что мы их потом все равно в блендер. Вот такую фольгу. Небольшой кусочек. Перекладываем сюда эти кусочки. Все примерно одинаковые, чтобы они приготовились равномерно. Равномерно. Вот так. Минут на 20-30 в духовку. Так, сколько морковки? Морковки и лучка вот примерно столько. У меня 200 грамм. Тут у меня 200 грамм фарша. То есть лука и морковки. Ну, примерно вот так. То есть не целую большую морковку. Но можно на терке потереть. Но на терке она будет такая-то тоненькая. И обжариваться будет быстрее. Но я что-то по привычке решил нарезать. А лучок вообще просто как нравится. Произвольно, в общем, вот так. И вот так. И немножко можно даже. О, наполовинчик. Все. Вот столько. Морковки и лучка. Закидываем все это на сковородку. То есть у лучок и морковку. А на растительном масле обжариваем. Три минуты. Прошло примерно три минуты. Овощи уже чуть поджарились и стали мягкими. Сейчас я отодвигаю их в одну сторону. Вот так. И на этой стороне сковородки буду уже обжаривать фарш. Вот так. Можно, в принципе, сразу смешать с овощами. Но тогда оно больше будет тушиться, чем жариться. Поэтому сейчас я немножко его прям поджарю, чтобы оно чуть-чуть вкуснее было. И тогда уже потом смешаю. Начинку эту можно сразу потерчить и посолить. Прошло где-то минуты три. Перемешиваю. Разбиваю фарш на маленькие кусочки, чтобы было однороднее. И вот так вот еще потушить минуты три, минут пять. Так как получается фарш. Начал поджариваться. И теперь огонь на самый маленький. И можно добавить еще миллилитров пятьдесят молока. Вот так. Все. Огонь минимальный. Накрываем крышкой и чуть-чуть потушиться. Главное про нее не забыть. Накрыли крышкой и потом вспомнить через пару минут, что ее нужно выключить. Тем временем займемся яйцами. Разбиваем три куриных яйца в отдельную миску. Три куриных это десять перепелинах. Добавляем щепотку соли сюда. И обычным венчиком все это превращаем. Превращается все это в пену. По временем можно уже доставать из духовки там готова тыква. Я, кстати, забыл сказать, что ее нужно закрыть. Так она быстрее пропечется. Просто фольгой заворачиваете, закрываете. Достаем тыкву. Перекладываем ее сразу в отдельную ложку. Вот так. Нам нужно ее тоже превратить в пюре. Поэтому берем насадку вот такую уже для блондера. И аккуратно, горячая. Следите, чтобы никаких комочков там не осталось. Вот такое получается однородное пюре. Тыква у меня попала, кстати, очень вкусная. Пахнет очень. Так, в принципе, она уже немножко остыла. Не сильно огненная. То есть, вот видите, уже рука терпит. Теперь перекладываем ее лопаткой аккуратно к яйцам. Вот так, по частям. И замешиваем. Теперь, когда все тыквенное пюре у меня уже здесь, я добавляю муку. Теперь добавьте муку и разрыхлитель. Перемешиваем на самой маленькой скорости блендера. Аккуратно, недолго. Все хорошо перемешалось. Выкладываем в форму. И отправляем в духовку на 15 минут. Здесь у меня было 200 градусов. Переставляем на 180. И все. Вот такой вот, чтобы он ровный получился. Вначале выливаю сюда. И не лопаткой разровнял. Ну, вначале лопаткой разровнял. А потом вот так вот поделал. И он одинаковый, видите, разливается. Одинаковой толщины получился. Все, разлился. Так, начинка у нас уже готова. Получается корж практически тоже. Все-таки 10 минут я погорячился. Сказал, 15 минут в духовке. Он у меня все-таки тоненький, растекся. Поэтому 10 минут его хватило. Достаю его, переворачиваю сразу на полотенчик. И сразу заворачиваю в рулет, пока он горячий. Буквально на одну минуту, чтобы он немножко уже форму так принял. Чтобы он не потрескался, не поломался. Через пару минут его разворачиваю аккуратно. И туда выкладываю начинку. Здесь по пропорциям все, если соблюстить, то получается вот этой начинки идеально хватает на такого размера корж. У меня он 20 на 30 сантиметров. Да, распределяйте начинку. Не забудьте оставить с краешка чуть-чуть, чтобы места хватило ему завернуться, чтобы начинка не торчала. И все, заворачиваем его аккуратно. Рулет готов. Дайте ему остыть в прохладном месте еще пару часиков. Можно сделать вообще заранее. Еще с вечера, если у вас на завтра много готовки, на завтра, если у вас праздник. Делайте с вечера, в холодильник поставили. Все, на утро порежете. Здесь очень красиво это все выглядит. Нравится мне эта закуска. Она и яркая, и сытная, и пахнет приятно. И она, ну, то есть тыквой. Не просто тыквой, а таким бисквитом тыквенным. Очень нежно. В общем, здесь все замечательно. Поэтому ставлю свою оценку. Этой закуске 10 из 10 голодных всеядных селек. Это супер закуска. Готовьте обязательно. Надо, кстати, говорить, время на приготовление этого рулета ушло где-то около часа. То есть тоже нужно учитывать. Не самая быстрая закуска. А вот следующая, которую мы будем готовить, она уже по времени буквально 1 минута. Духовка у нас уже разогрета. Здесь нам нужно только сосиски и слоеное бездрожжевое тесто. Тем более символ приходящего Нового Года. Скоро Новый Год. Вот, кстати, берите на заметку этот рецепт. Это год змеи будет. Вот сейчас мы будем готовить таких змеек. Раскатываем немножко слоеное тесто. Вот, буквально чуть-чуть. На 5 частей. Да, вот так получается. Удобно, кстати, резать ножом для пиццы тесто. Вот так. Берем сосиску и заворачиваем. Тесто сложил вот так. Получается вот так пополам. Видно? И наматываем на сосиску. То есть, видите, не целиком, а как будто бы вот змея ее опутала. Язык мы сделаем из болгарского перца. Так вырезаем. Вырезал одну полоску. Потом просто так вот на треугольничке. И получились такие языки. Съедобные. Это плюс. Вставляем сюда. Немного прищупливаем. Вот так, чтобы не вывалилось. Можете взять черный перец. Но я взял, вот у меня был маленький такие. Это калиандр. По бокам вставляем. Получается вот такая змея. Делаем таких 10 штук. Отправляем в духовку. И все, закуска готова. Если хочешь, чтобы они еще красивее получились, смазываешь их яйцом просто вот так, кисточкой. Либо сливочным маслом. Отправляем в духовку. Минут на 15. Но тоже надо смотреть по готовности. Духовки у всех разные. Пекут все по-разному. Смотрите, сверху подрумянилось. Пышные стали. Похоже на змей? Похоже. Достаем их и можно лопать. Смотрите, какая получилась красотища. Похоже прям реально на змей. И с глазами, и с языком. Ну, язычок-то чуть подгорел. Ну, в общем, можно еще, кстати, язык еще так, чтобы раздвоить. Знаете, у змей язык раздвоенный немножко. Но здесь тоже, в общем, примерно похоже. Вкусно, быстро и симпатично. Обязательно готовьте. Поехали дальше. Следующая закуска у нас будет не такая быстрая, но очень интересная. Я люблю все, что связано с картошкой готовить. Поэтому запоминайте рецепт. Что нам для этого потребуется? Здесь у меня картошки обычные. Полкило, 100 грамм сыра, одно куриное яйцо, зеленое яблоко, это уже для начинки, чтобы кислая была селедочка, шпинат. Важно, кстати, заменить обычным салатом, если шпината нет. И творог. Творог любой. А начнем мы с картошки. Картошку чистим. Поехали. Картошка почищена, натираем ее на крупной терке. Крупной? Да, на крупной. Картошку отжимаем и в миску. Так, ну это предварительно. Сейчас мы еще отожмем. Соли пока не добавляйте вот сюда. Если добавите соль сейчас, то она совсем даст сок и вытечет вообще вся. Поэтому пока так. Сыр любой, который вам больше нравится, твердый сыр, натираем на крупной терке. Здесь у меня 100 грамм сыра и 500 грамм картошки было до чистки. Сейчас отжимаю еще раз. А весь сыр перекладываем сюда. И сюда же одно куриное яйцо. Перемешать надо очень хорошо. И раскладываем вот так вот по примерно столовой ложке в каждую корзинку. Вот так берем и аккуратно формируем корзиночки. Вот так вот. То есть, чтобы снизу было и по бокам было. А внутри, чтобы было место для начинки. Вот так. Это все сгорит, поэтому нужно поднимать. То есть, оставляем в духовке их на минут 20-30 при температуре 180-190. Примерно так. Селедку я полежу сразу на кусочки вот так, чтобы блендером ее не так сильно раскидывало. 100 грамм селедки. Яблоко тоже самое на кусочки. Яблоко тем более. В общем, 100 грамм селедки, 100 грамм зеленого кислого яблока. И шпинат. Шпината 40 грамм. То есть, примерно чуть меньше. Вот так. Я даже сделаю, знаете как, немного шпината добавлю, половину. А половину сделаю обычного салата. Вот сюда. И нужно добавить сюда творог. Творога 150 грамм. Нам остается только посолить, поперчить по вкусу. Поэтому чуть-чуть поперчить и немножко посолить. Прям чуть-чуть. Пробуйте обязательно перед тем, как посолить, какая у вас селедка. Бывает слабо соленая, бывает сильно соленая. Поэтому это нужно по вкусу. Пробовать обязательно. Итого у нас получается вот такая вот красивая заготовка. Смотрите, какой красивый цвет. Напомню, если вам не нравится вот эта селедка с яблоком, то можете без яблок. Конечно же, с селедкой тоже будет вкусно. Без всяких яблок. Картошечка с селедкой всегда вкусна. И с зеленушкой. К этому времени уже корзиночки тоже готовы. Я их из духовки достал. Смотрите, здесь уже такие подрумянистые края. Снизу они тоже поджаренные получаются. Они даже снизу поджаренные. Форму держат хорошо. То есть внутри есть куда начинку положить. Перекладываю туда сразу эту пюрешечку селедочную. И получается у меня уже какая красотища. Я просто... Сейчас мы сделаем еще лучше. Я купил такую имитацию из икры, из водорослей. Получается красная икра из водорослей. Ну, имитация, то есть. Зато мы выкладываем еще сверху. И получается вот эта песня. Ну и, конечно же, это будет вкусно. Потому что селедочка, картошечка, еще и салатик. Выглядит круто, сытно. И в целом это несложно делается. Продукты все доступны в любом магазине. Готовьте рецепт. Напоминаю, все ингредиенты точно и в описании. Отлично. Я поначалу сомневался, но это прям круто выглядит. Мне очень понравилось. Отлично. Результат меня порадовал. Следующая закуска. Главный ингредиент здесь будут у нас яйца. Это маринованные яйца. Выглядит тоже необычно. Празднично. Ярко. Поэтому, рассказываю, готовится это очень просто. Для начала поставим вариться яйца перепелиные. Ну, варятся они в точности, как и обычные куриные. То есть, это те же самые яйца, только маленькие. Ну, на минуту меньше можете варить. А вот чистить перепелиные яйца все-таки сложнее, чем куриные. У них скорлупа тоньше. Но секрет тут простой. Я вначале после варки сразу под холодную воду их ставлю. Ну, так же, как куриные. А потом прокатываю их ладошкой. И они сразу, вся скорлупа лопается. После чего очень легко их очистить. То есть, не по кусочкам, а прям сразу снимается вся скорлупа. Все чищенные яйца перекладываю в банку. Банку не делайте полной. Потому что мы еще там остальные ингредиенты должны положить. Теперь делаем маринад. Что нужно, все ингредиенты вы всегда можете посмотреть в описании. Обязательно заглядывайте. Я беру полстакана воды. Половину большого стакана воды. То есть, это обычный стакан примерно. Сюда четверть стакана яблочного уксуса. Сахара и соли по чайной ложке. Примерно щепотку тмина и щепотку черного перца. Добавляю еще свои универсальные приправы. Ставлю на огонь. Доводим до кипения. И на маленьком огне пусть постоит пару минут. Теперь я беру обычный лучок небольшой. И вот так вот произвольно на перо его прям нарезаю туда же в кипяток. Проходит еще примерно пару минут. Теперь заливаю все в банку. Осталось добавить только свеклу. Я здесь немножко схитрил. Упростил себе задачу. Сейчас уже вареная свекла продается практически во всех магазинах. Я взял просто вареную. Можно просто отварить небольшую свеклу. Также почистить, нарезать кусочками. И в банку. Закрываем крышкой и ждем примерно сутки. Яйца промаринуются. На следующий день можно уже пробовать. Они могут и дольше мариноваться. Здесь пробуйте по вкусу. Как вам больше нравится. Получается интересная закуска. Цветная, симпатичная и необычная. Хотя состоит всего из одного ингредиента. Из перепелиных яиц. Давайте сделаем еще одну закуску. Она будет из кальмара. К этому времени, пока я остальные готовил, у меня уже он разморозился. Нам нужен кальмар, нам нужны крабовые палочки, твердый сыр примерно 200 грамм, сметана или же майонез. Кому как больше нравится. Можно с майонезом. Она достаточно большая у нас. Вот она тушка кальмара. Мы сейчас с ней ничего не делаем. Ждем, пока заварится кипяток в кастрюльке. Здесь просто ее пока отложим. Здесь наоборот. Вначале приготовим начинку. Пропорции для начинки следующие. Крабовые палочки 200 грамм. Их пополам сразу разрезаете. И так получится очень быстро их вытащить из упаковки. Смотрите. Просто пополам режете. Надавливаете с краешки. И сразу достаете. То есть не нужно каждую распаковывать. Сюда также режу на кубики 100 грамм твердого сыра. Получается 100 грамм сыра, 200 грамм палочек. На чесноке можете прям не экономить. Берите хороший такой большой зубчик. И через чеснокодавилку, либо через терку. Ну и конечно пару ложек майонеза. Либо сметана. Кому как больше нравится. Все это перемешиваем в чашке для блендера. Там буквально 30 секунд. И чтобы по консистенции получалась такая прям липкая. Чтобы она не разваливалась. Если у вас разваливается, то скорее всего вы слишком мало измельчили. То есть нужно еще помельче. Тогда она будет прилипать прям к ложке. Такая как паста густая получится. Нам осталось только закинуть кальмара. Вода у меня уже закипела. Мы его будем варить буквально одну минуту. Дольше не нужно. А то он станет резиновый. Прямо вот так закидываем. И никуда дальше не отходим. Видите, он сразу прям... Сейчас покажу. А то он такой сразу вареный стал. И сразу после того, сейчас минута пройдет, закинем в холодную воду. Чтобы его легче почистить было. В общем поэтому закуска готовится очень быстро. Кальмара отварить сколько вода закипит. Тем временем начинку сделали пару минут. И закуска будет готова. Так. Мы его сейчас достаем все, что здесь есть. Вот эти все. Теперь чистим кальмара снаружи. У него тоже есть такая пленка. И если ее оставить, она такая неприятная, заметная. Поэтому лучше его почистить. Если вы хоть раз чистили скотч, то вы примерно знаете, как у вас точно получится. Кальмар готов. Сполоснули. И можно теперь выкладывать внутрь начинку. Это примерно так же, как фаршированные перцы делать. Только еще проще. Потому что кальмар тянется в разные стороны. Его сложно порвать. Однако начинку наполняйте плотно. Чтобы когда вы разрезали тоненькие кусочки, она не отваливалась. Выкладываем вначале на тарелку, чтобы был симпатичнее лист салата. И оставшиеся кругляшки. Здесь получается ровно один кальмар. Попка, которая остается, ее можно разрезать пополам. И вот такой вот симпатичный, как цветочка, получает. На мой взгляд, это выглядит просто шикарно. На праздничный стол, если поставить, все будут спрашивать, что это еще сделано. Захотят попробовать. Плюс это еще очень быстро. Если у вас навык фарширования перцев есть, то вы и кальмары нафаршируете очень быстро. У меня все закуски готовы. Приятного аппетита. Заглядывайте в описание. Обязательно вы можете просто скопировать этот список продуктов. И отправиться в магазин, например, за покупками, чтобы все это приготовить. А закуски сегодня у нас все вкусные, сытные. Делаются очень просто из-за обычных ингредиентов. Пишите в комментариях ваши любимые закуски, рецепты и так далее. Я в следующем видео обязательно приготовлю. Спасибо еще раз за внимание. Увидимся здесь же. С вами, как всегда, был Несменный Селега Всеядный. Хорошего настроения. Пока. Кушайте вкусно, готовьте с удовольствием, с настроением. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok